Глава. Раби Тевл, сын Раби Нохума. Подзаголовок. Раби Тевл после смерти отца. Когда Раби Нохум почувствовал, что его дни сочтены, он позвал к себе своего сына, Раби Тевла, и открыл ему тайну князя Камбари. Он сообщил сыну, что Камбари живет сейчас в Голландии, в замке, недалеко от Амстердама. Раби Нохум рассказал также своему сыну, что теперь князь Камбари называется Иудой Гавриэли, и что в Праге, где он вновь стал евреем, он женился на девушке из видной еврейской семьи. Через три года после рождения сына они перебрались в Голландию. Иуда Гавриэли стал со временем достаточно грамотным в еврействе. Раби Нохум заклинал своего сына никому эту тайну не открывать, никогда не брать от князя или его доверенного никакого вознаграждения и не поступать к нему на службу. После смерти отца Раби Тевлу поручалось доставить князю его доходы от Себежских владений. Он должен был сообщить князю о смерти своего отца с тем, чтобы тот назначил кого-либо на его место для распределения пожертвований. Раби Нохум наказал также своему сыну передать князю совет, продать свои владения в Польше. После смерти Раби Нохума Раби Тевл выполнил поручения отца. При первой возможности он отправился в Голландию и доставил князю доходы от владений. Он выполнил и остальные поручения отца. Это было в 5359-1599 году. Иуда Гавриэли, как назывался сейчас бывший князь Иоганн Камбари, имел недалеко от своего замка в Амстердаме синагогу, в которой 10 свободных от всяких работ евреев постоянно занимались изучением Торы и содержались им, обеспеченные вдоволь всем необходимым. Иуда Гавриэли воспринял печальную весть о кончине Раби Нохума с большой болью. Когда Раби Тевл передал ему совет отца продать его владение в Польше, он тут же предложил Раби Тевлу заняться этим. Но Раби Тевл помнил наказ отца и отказался, отговорившись своей якобы непригодностью для такого дела. Результатом было то, что Иуда Гавриэли сам отправился в Пруссию, провел там полгода и продал свои владения шведскому князю Монтрисии, получив за них весьма высокую цену, значительно большую, чем та, на которую он рассчитывал. Услышанное от отца о князе Камбари и поездка к князю в Голландию произвели на Раби Тевл огромное впечатление. Когда Раби Тевл вернулся в Себеж, он стал сам большим филантропом. И тогда он прославился во всей округе. Чем больше средств он жертвовал на благотворительные цели, тем больше удачи видел. Снимаемые с полей и садов урожаи приносили огромные доходы. Единственное, чего недоставало ему с женой, это детей. Они были бездетны. Прошло значительное время, и Раби Тевл надумал перебраться в другой город. Как говорится, меняющий место меняет судьбу. Смотри трактат Рошашана, 16 бет. Переговорив с женой, он решил перебраться в Витебск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова